Немецкие депутаты решают свои финансовые проблемы иначе, и их методы иногда напоминают украинские. Парламентарии просто решили повысить себе зарплату. Сколько нужно для счастья простому депутату Бундестага? Подсчитала Татьяна Лагунова. Летом немецкие политики готовились к выборам. В начале осени в них участвовали. И вот уже три месяца безрезультатно пытаются построить коалицию. Правящего союза нет, нового правительства тоже Бундестаг фактически не работает. Но есть вопросы, по которым политики достигают согласия быстро и без проблем. Например, депутатская зарплата. О желании депутатов повысить себе зарплату никто бы и не узнал, если бы документ случайно не попал в руки журналистов. Три фракции нового созыва, христианские демократы, асдеки и либералы договорились каждый год повышать парламентские оклады. В зависимости от общего роста заработной платы в стране. Предложение направили главе Бундестага. А согласно распорядку немецкого парламента вопрос этот на голосование не выносится. То есть повышение утверждается автоматически. И это при том, что и сейчас депутаты получают немало. В среднем 9,5 тысяч евро в месяц без вычета налогов. Такая инициатива трех фракций возмутила союз немецких налогоплательщиков. Там уже заявили, избиратели имеют право знать сколько денег и за что получают их избранники. И потребовали вынести вопрос депутатских зарплат на открытое обсуждение в сессионном зале. Это требование уже поддержала оппозиция. Партия левые и альтернатива для Германии. Немецкие СМИ уже провели блиц-опрос и спросили своих читателей, что они думают по поводу повышения депутатских зарплат. Результаты были предсказуемы. 80% ответивших назвали эту инициативу наглой и бессовестной. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко.